Дороги разбиты, коммунальщики медлят с ремонтом. Ежедневно жертвами ям и выбоин становятся десятки автомобилистов. Самые разрушенные дороги на Пересыпи, поселке Котовского и Ивановском путепроводе. В местах, где не стоит ездить, побывал наш корреспондент. Вместе со снегом уплыл и асфальт. Остались ямы и выбоины. Автолюбителям теперь приходится ездить вдвое внимательнее. Особенно критическая ситуация на Пересыпи, где ездят множество легковых, грузовых и пассажирских авто. На перекрестке дорога больше похожа на решето, но и это только начало. Продолжение ожидает водителей на Черноморского казачества, а без колес можно остаться уже на седьмой Пересыпской. Здесь есть ямы с торчащей арматурой. Ежедневно с пробитым колесом остаются около десяти водителей. Но и те, кому повезло, дорогой крайне недовольны. Я тут езжу редко, но это плохо. Так во всем городе, нигде по-другому нет. Очень плохо, очень плохо. Но лучше было, если бы полотали дырки. Дороги очень плохие, убитые, можно сказать. Здесь не дороги, а я не знаю, ты ездишь все время, ты даже на знаки не смотришь, а только смотришь на ямы. Износ ходовой для водителей влетает в копеечку. Простая заплатка на колесо стоит до 200 гривен. Но зачастую при попадании в глубокую яму гнутся диски и вылетают в стойки. Прокатать диск железный стандартный в районе 100 гривен. 100 гривен прокатать диск. Это без снятия поставить и это без разбортировки и сборки колеса. Если диск титановый, либо какой-то легкосплавный, то в основном он лопается. Если он лопается, то это уже аргон. Аргон, сварка уже выходит намного дороже. Замена вылетевшей стойки уже исчисляется в долларах, начиная от 30-40. Специалист по ремонту автомобилей Сергей Губанов сам стал свидетелем ямочного ДТП на Днепропетровской дороге угол Кишиневской, где пострадал водитель Ланоса. Подъезжаем ближе, а там посередине такая огромная яма. Он передним колесом попал и вырвал переднее колесо вместе с рычагом, со стойкой. Как бы, ну, наблюдал вот такую ситуацию, видел. Чиновники о проблемах с дорогами знают, но с ремонтом медлят. Говорят, мешает погода. А еще не хватает денег. 60% дорог необходимо сделать. Ну, сумма, конечно же, я могу сказать, астрономическая. Это нереально. То есть, по возможности выделенных бюджетных средств мы делаем самое то, что кричащее, самые аварийно опасные участки. Хотелось бы, опять же, обратить внимание на соблюдение скоростного режима в темное время суток, потому что будет иметь место где-то незаконченный до конца проведения работ. Если вы все же попали в яму и разбили колесо, вызывайте ГАИ и составляйте протокол ДТП. Есть случаи, когда после фиксирования госавтоинспекцией яму засыпали временно. А вот капитальный ремонт пока отложен. Это касается улицы Генуэзской. Многострадальную хуторскую, где возмущение местных жителей достигло апогея еще в феврале, начнут ремонтировать. Но не раньше июля. До тех пор, пока дороги не отремонтируют, главное оружие водителей во время езды – это внимательность. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, 7 канал.